продолжаем работать с объектом date его методами сейчас давайте оформим это через функцию и попробуем сделать следующее вот например здесь форма в которой человек вводит информацию вклады то есть наша задача человек вводит информацию через метод prompt мы сделаем и ему выдается дата когда этот вклад будет окончен то есть человек выбирает ну в данном случае здесь видите сумму и срок вот наша задача сделать элемент этой формы это срок человек вводит количество суток и при нажатии кнопки ему выдается конец действия вклада есть еще кредиты кредиты мы делать не будем сделаем вклады здесь вот видите до 4 процентов мы тоже другая тема внешне у нас будет где-то вот выглядеть таким образом то есть идет текущая дата потом выдается конец действия вклада и конкретно расписано по русские поставляется значение не цифрами то есть вот я нажимаю на страницу указываем например 10 дней 10 дней я выбрал специально просто удобно считать нажимаем ok как вы видите у меня 1 января здесь выдается 11 то есть суммируется если человек вводит некорректную информацию например буквы какие-то то выдается видите комментарий красным здесь подчеркивается чтоб человек исправил если человек ведет допустим 10 12.3 то происходит округление и прибавляется целая часть к текущей дате для этого перейдем в пятый документ здесь мы выводили определенной даты здесь нам понадобится текущая дата остальное мы потом сами напишем у нас текущая дата сразу же давайте сохранять документ под новым именем 6 поменяем title давайте здесь я сокращу имя перемены чтоб меньше было писать назовем ты нау то есть время сейчас так здесь все это выбираем и количество миллисекунд мы вводить на экран пока не будем это нам потом пригодится это мы закомментируем и здесь давайте где будут вводиться миллисекунды поставим на первое место в имени переменной миллисекунды миллисекунды чтобы ну сразу было видать где миллисекунды где дата дата я mill now зол сохраняем документ вот у нас вот текущая дата дальше давайте сделаем методом prompt форму которая будет выводить следующую строчку где будет у нас выводиться какое число дни и суток человек ввел единственно что здесь давайте допишем маленькие комментарии чтоб было понятно человеку что это текущая дата напишем и сейчас поставим двоеточие пробел таким образом дальше выведем методом prompt для этого мы создадим переменную в которой вложим этот prompt создадим переменную я создаю переменную what's day какой день пишем слово prompt и в круглых кавычках пишем что должно выводить эта форма здесь напишем по-русски напишем укажите срок вклада сохраняем вот у нас вводится вводим какое-то число переменная нам передается и мы должны здесь написать условие что будет если человек ведет за пределами то есть меньше десяти либо больше триста шестьдесят пяти дней либо текст для этого мы должны написать условие также если человек ведет дробное число чтоб оно округлилось до целого давайте сейчас напишем условие то есть пишем if и в круглых скобках напишем условие то есть сначала давайте сделаем если человек неправильно ведет некорректную то есть информацию для этого пишем изнан и параметр который сюда подставляется вот у нас переменная которая будет проверяться здесь пишем ее в круглых скобках вот здесь дальше пишем логическое и то есть и наша переменная которая передается должна быть больше десяти то есть пишем больше десяти больше чего больше значение которое человек напишет подставляем это сюда и еще пишем логическое и и она должна быть меньше триста шестидесяти пяти дней то есть если вот это условие сработает у нас должна выводиться информация что человек ввел некорректные символы то есть если человек вводит а вот это вот плюс вот это допустим он ввел корректно то будет срабатывать уже следующее условие здесь пишем документ write и человеку выдается фраза неправильно двоеточие и будет показываться что он вел неправильно так здесь мы поставляем переменную вот здесь которую человек вводит и здесь текстом выдаем комментарии исправьте на правильный параметр здесь ставим точку и еще напишем надо только числа от десяти до триста шестидесяти пяти сохраняем посмотрим введем какой-либо текст вот вот подставляется то что человек вводит и соответствующий текст если вводим корректное значение то пока у нас ничего не выдается сейчас мы это напишем пишем пишем иначе здесь мы создадим переменную пишем var переменную я назову prompt по названию по дальнего окна prompt только 0 напишем и и будет дано значение то что человек отправляет то есть это у нас находится видите вот в этой переменной единственное что если человек напишет дробное число давайте здесь применим математический метод который округлит это число до целого раунд и ниже выведем текст который будет при этом выводиться через документ write здесь я напишу конец действия вклада через ставлю дефис здесь будет вводиться сама переменная то что человек вводит и текст здесь подставляем prompt 0 дальше у нас будет идти текст в столбик то есть напишем дней поставим двоеточие здесь выведем горизонтальную линию как у нас было показано по замыслу то есть пишем ашер обновляем страницу введем корректное число например 10 вот у нас вводится конец действия вклада через 10 дней если мы ведем какое-то большое число то выводится видите сообщение некорректности ввода информации и у меня там это красным цветом выводится вот эта часть давайте сделаем введем здесь цвет в задании 33.2 мы как-то использовали цвет можно взять оттуда либо заново написать здесь у меня стиль написан я возьму отсюда можете сами написать значит неправильно то есть вот здесь ставим стиль и закрываем спан после вот этой переменной сохраняем введем некорректную информацию вот у нас выводится уже красненьким отлично форму мы сделали которая работает по замыслу смотрите нам надо вывести вот эти данные еще на экран после линии сейчас мы давайте это и сделаем это сделаем мы через функцию то есть ниже вот здесь давайте напишем слово функция функцию я назову вклад и в качестве параметра ей будут передаваться переменные д то есть день как бы да я большое наберу и напишем что будет самой функции отдаем которых и то есть и и в